Житель Октябрьского района Людмила Каминская пожаловалась главе города на неблагоустроенный двор. Асфальтовое покрытие давно требует обновления, кроме того, нужно спилить аварийные деревья. Людмила Борисовна видит, как преображаются другие дворы и хочет таких же перемен в своем. Там дом сделали, вообще картинка. И двор, и дом, и площадку. У нас есть трактор, а у нас такая блядь, я говорю, слушайте, вы нам маленько сделаете, что же вы там это делаете? Глава города пояснила, все изменения в лучшую сторону проходят благодаря активным жителям, которые участвуют в проекте «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Нужно принять решение о том, что вы хотите свой двор преобразить. Это решение оформляется обычным протоколом жителей. Вот вы собрались и решили о том, что вам нужна дорога, что вам нужно спилить деревья, провести свет, а поставить детские качели, карусели или еще что-то, скамеечки, лавочки и так далее. Но это вам принимать решение. Заполняйте определенную форму, это вам все расскажут специалисты администрации Октябрьского района, и этот протокол сдаете. Глава города поручила руководству районной администрации помочь людям с оформлением документов, а также провести работу с управляющей компанией, чтобы оперативно спилить деревья. С просьбой о поддержке Мастерской народных промыслов к Елене Лапушкиной обратилась Маргарита Бортникова. Для коллекции кружевных изделий необходимо новое свободное помещение, в котором могут проходить и выставки, и занятия. Должны быть три зала. Первый зал – это кружево, не только наша мастерская, но и самарская кружева, чтобы привлечь мастеров. Второй зал – декоративно-прикладное искусство. И третий зал должен быть именно мастерская, чтобы, допустим, каждому прийти и увидеть, как это создается, насколько это трудоемкая работа. Я пока склоняюсь все-таки к тому, что предложить вам вариант размещения в одном из домов культуры. Во-первых, там есть площади, где вы можете выставить коллекцию. Во-вторых, там достаточно светло, и можно найти место для мастерских. Где конкретно разместить Самарскую галерею кружева, еще будут обсуждать. Глава города поручила руководителям департаментов культуры и управления имуществом предложить возможные варианты. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События.